ГРУ активность террористов и США в Латинской Америке усилилась. Латинская Америка становится одним из центров притяжения самых разных сил, от супердержав до террористических организаций. ГРУ, оценивая ситуацию, считает, что в ближайшее время в Никарагуа и Кубе могут быть применены технологии цветных революций. Начальник главного разведывательного управления вице-адмирал Игорь Костюков, выступая на московской конференции по международной безопасности, заявил, что на территории Латинской Америки США создали военную группировку, численность которой превышает 20 тысяч человек, и в короткие сроки это число может возрасти вдвое. Несмотря на то, что в Латинской Америке отсутствуют прямые военные угрозы для Соединенных Штатов, Вашингтон поддерживает на ее территории значительное военное присутствие. На постоянной же основе там находятся межвидовые оперативно-тактические группировки ВС США общей численностью 7,5 тысячи военнослужащих, заявил Игорь Костюков. Согласно информации разведчика, Вашингтон собирается сформировать в регионе многонациональное амфибийное соединение. Костяк его сформирует УТКВМС США. Также американцы пытаются усилить свое влияние путем непрямого свержения нелояльных им режимов, в частности в Никарагуа и на Кубе. По мнению Костюкова, именно там в ближайшее время могут быть применены технологии цветных революций. Никарагуанская оппозиция, финансируемая Вашингтоном, выдвигает заведомые неприемлемые требования и фактически срывает наметившийся внутринациональный диалог. Заметил вице-адмирал. По Кубе же наносятся удары на экономическом фронте. Администрация Трампа смогла пролоббировать закон о компенсациях об утраченной собственности. Речь идет о кубинцах, утративших ее в ходе революции примечания редакторов, что напрямую может затронуть около 200 кубинских предприятий. Каждый год в регионе на деятельность, связанную с поддержкой тех или иных оппозиционных или повстанческих движений. Только официально Америка тратит до 1,5 миллиарда долларов. И это не считая скрытых статей бюджета. Результаты подобной дестабилизирующей деятельности Вашингтона мы уже можем оценить в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Сказал Костюков. На фоне этой деятельности в Латинской Америке появились многочисленные лагеря и убежища джихадистов. В частности, это движение, связанное с группировками Аль-Каида, запрещено на территории Российской Федерации, и Исламское государство, запрещено на территории Российской Федерации. В странах Латинской Америки идет вербовка боевиков, сбор финансовых средств для поддержки террористов и насаждается экстремистская идеология, прежде всего среди 6 миллионов мусульман региона. Особо подчеркнул начальник ГРУ. Продолжение следует...